Экономия должна быть экономной. Но почему это все так? Туя западная, 3500 рублей. Молодцы. Там кто-то забыл свои носки. Остальное, в принципе, не важно. Обращаю ваше внимание, почему вот так накладка сделана, тоже непонятно. Кто-то серебристый, а это черного цвета. Спасибо за садик. Что еще расстраивает? Алюминиевая проводка. Можно было получше. Паркинг они обещали построить, когда будет востребован. Детские площадки какие-никакие. Далековато ездить и все остальное. Не получается. Грубо говоря, ты же все-таки покупаешь как бы новое. Конечно, обидно. Это капельник. Вот так выглядит на сваи. Петли такое ощущение, что бушные где-то украли. У вас чистовая отделка. Но с другой стороны... Дверьки симпатичные. Двор. Выпилено, конечно, почти аккуратно. Прямо здесь розетка. Да, вроде работает. Где кухня показывается? Здесь первую аккуратную отделку. Чем выше колодец, дом смотрится красиво. Почему КВС не может поставить ровный и красивый забор? Колхозные поля. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами на Пулковском шоссе. На Пулковских высотах. Где совсем недавно застройщик КВС сдал свой Югтаун. Я уже обозревал этот комплекс. Рассказывал про все характеристики. Показывал стройку. А теперь мы посмотрим, что сделал застройщик внутри. А вы обязательно подпишитесь на канал и поставьте палец вверх. Первое, что когда мы приезжаем домой, мы заезжаем в свой двор, район и так далее. Здесь мы видим груду черного снега, колхозные поля, видим фонари для уличного освещения, видим отсутствие газонов, видим вот такой убогий строительный забор. Знаете, у меня такое ощущение, что на грузовой технике кто-то с разгона пытался проехать строительный городок. Почему КВС не может поставить ровный и красивый забор, для меня лично загадка. Итак, здесь мы видим грязь и видим лужи. Лужи-то ладно, тает снег, которого практически уже не осталось. Ночью-то грязи очень много. Пока, вот знаете, впечатление не очень положительное из-за того, что вот заходишь и вот такой заход. Надо мыть, по мне, асфальт, фасады и все остальное. Издалека, кстати, дом смотрится красиво, мне нравится, что здесь большие окна и мне нравится, что это малоэтажная застройка. Здесь мы видим уже парковка вся забита машинами, парковки, к сожалению, не так-то и много. Прошлое видео, ссылку на него оставлю в описании к этому ролику, чтобы было удобно посмотреть. Входная группа, вспоминаем рендеры застройщика и смотрим, что сделаем. Во-первых, смотрите, чем выше колодец, тем лучше. Ай да молодцы. Значит, здесь какие-то полудохлые пихточки, кривые елочки, кустики. Травы здесь вообще нет, видна грязь. Адрес Нины Петровой, 6, корпус 1. Вот такой газон мы тоже видим. Ну, с озеленением, конечно, все не так, как хотелось. Вот также видим асфальт, который, полагаю, в скором времени придет в негодность, потому что его укатывали не катком, а укатывали специальные машины. Здесь уже уплотнитель торчит. Ну, конечно, пока вот то, что я вижу, меня, честно говоря, не радует. Входная группа, здесь все открыто. По озеленению видите все сами. Такое ощущение, что домонтировали потом. Вот так выглядит камень, который здесь уложили. Вот сделали вот такие элементы. Ну, видно, задумка была, наверное, неплохая, но получилось как обычно. Здесь, в дворе, что-то как-то все достаточно скудно. Ну, смотрите, какая красота. Заходим. Входная группа, коврик у нас внизу. Такой тамбур, двери тоже открыты, но видно, что приемка идет. О, здесь полы помыли. Чистота какая, запах воды. Соответственно, так как малоэтажка, один лифт, есть даже, обратите внимание, раковина маленькая, где можно помыть руки, и если проливется вода, то должна уходить сюда. Значит, у меня по ощущениям, что она будет уходить туда, потому что как-то уклонка в ту сторону сделана. Да, вот есть такое ощущение? Чего-то она как-то вот туда. Что-то не доработали. Не доработали. Круто, лифт вот так расположен. Соответственно, когда у нас вот так лифт расположен, то очень удобно длинномерные крупногабаритные предметы закидывать. А здесь отдел, как и в строительном вагончике, но сделано очень аккуратно. Это, наверное, первую аккуратную отделку, которую я, честно говоря, вижу. Обычно зафигаривают так из остатков, что смотрится просто трындец. Штайнберг лифты с указателем. Выходим. Блин, ну тут красиво. Четвертый этаж. Человек, который с копьем. Лестничный марш красивый. Ну и да, здесь получается у нас, соответственно, вот здесь отверстие, деформационный шов, чтобы закрыть. Они это сделали вот так. Ну, саморезы, по мне, хотя бы, да, можно же было взять одинаковые, во-первых, да? И покрасить хотя бы в цвет попасть. Ну, как-то смотрелось бы, по мне, намного бы поинтереснее. Типа коляску можно бы вставить. Ну, тут момент того, что не упрут ли эту коляску. Не воруют, а ну, тогда нормально. Ограждающая конструкция держится крепко, смотрится очень круто. Сверху вот его помыли, а все, что ниже, оставили в строительной грязи. Так и надо. Андрей, у вас трехкомнатная квартира, правильно? Да. Все верно. А шкаф куда будете ставить в прихожей? Ну, предположительно, на эту стену, наверное, какой-то будет шкаф. Да, ну, мы на самом деле... Это, вроде, оперативная одежда будет или просто такой со створками? Наверное, это будет шкаф-купе, что-то вроде такого. Ну, возможно, вешалка будет. Я вот не знаю, получается, что щиток приборов получается там так в углу. Вот вопрос, как это все обыгрывать? Делать его внутри шкафа как-то? Да, почему задние мастера, которые придут устанавливать, они в заднем полике просто возьмут и выпьют отверстие. Ну, вполне возможно внутри шкафа. Но я не знаю, насколько это по пожарной безопасности нормально делать так внутри шкафа. Ну, я надеюсь, что электрика протянута там хорошо и не будет ничего искрить. Причем, кстати, автоматы-то, ну, ЕКФ, ну, как бы, бывает дешевле стоит, все подписано. Ну, для трешки скажу, что это мало. Да, мне тоже кажется, что должно быть автоматов побольше, но, к сожалению, у них, да, это у них так везде и в двушках. В трешках, в принципе, плюс-минус одинаковое количество автоматов. Вот. Как дверь? Потому что в целом она, я так тоже потрогал их уже походить. То есть очень приятная такая, да? Так, так как тактильный, помните, пластик такой был, софт-тач назывался, да? Ну, бывают такие двери, которые надо сразу менять. Эту, в принципе, можно оставить. Нет, да, я тоже оставил, потому что он сведал нормальный дверь. Надо посмотреть, не прогибается ли, а так он два замка, ночник, есть, то есть все как надо. Все хорошо. Где кухня показываете? Здесь кухня. О, а тут два окна. Кухня, слушайте, большая, большая. Ну, не совсем кухня-гостиная, но, тем не менее, да, можно сделать. Слушайте, ну, почему не гостиная? Сколько здесь, метров 17-18? Здесь 17, ну, почти 17, 16,9 она. 17 квадратных метров, она у вас прямоугольный, правильный прямоугольник. То есть вот у вас здесь можно всю зону сделать, например, вот здесь прямо только для кухонного. Ну, планировалось, да, что кухня будет угловая, там будет холодильник, здесь будет там раковина плита. Вот единственное, что я что-то... А, вытяжку в уголке у нас. Не, ну, вытяжку врезаться нельзя. А то есть вытяжку нельзя разве делать такую, чтобы туда тоже вытяжка в плиту? Нет, нельзя вообще. То есть, ну, как бы... То есть под это вообще ни одна новостройка не рассчитана. А, то есть однозначно покупается вытяжка с угольным фильтром, да, и все? Да, да, которую вы, соответственно, потом там в ванне сполоснули, или там фильтры эти поменяли. Есть металлические фильтры многоразовые, посудомойки моются. Я думал, что можно в эту самую вытяжку выводить. Уточните у застройщика, но вообще-то нет, потому что, обратите внимание, здесь у вас стоит вентилятор от застройщика. Он сейчас раз, что-то он сам начал крутиться от того, что воздух пошел. Он, соответственно, отработанный воздух выходит в шахту. А он не включается отдельно, да? Когда вы поставите, по идее... То есть принудительно выключателем он нигде не включается, не выключается. По идее должен быть. Да, вот мы его включили вроде, да? Да, вроде работает. Да, значит, был отдельный выключатель даже. Ну да, он везде. Ну, монтаж его, конечно, это либо стенка ровная такая, да? Либо в этот, вентилятор такой. Значит, здесь у нас современные счетчики с возможностью подачи дистанционно. Обращаю внимание, как круто они газоблок выпилили. Молодцы. Авангард уже дефект повесил правильно. Кстати, трубы достаточно близко находятся, а то стенка такая толстенная. Это, по-моему, монолит получается, да? Ну, слушайте, ну, это похоже, что да. Вот тут блок идет. То есть, а, было просто похоже больше отверстий, они его чуть меньше сделали. Выводы канализации горячей, где-то холодная вода и прямо здесь розетка. Интересное решение, конечно. Вопрос, для чего она там? Ну, просто обычно, где канализация, ну, вот все эти выводы. А, возможно, это посудомоечную машину подключать? Ну, посудомоечную можно и здесь розетку поставить, что вот здесь и здесь розетка есть. Так, а для плиты непонятно. А, вот оно, здесь за лесенкой для плиты вывод. А, вот он сюда, да, да, не заметил. Для плиты есть. Ну, да, получается, вот сюда рассчитан, вот вытяжка у вас здесь должна быть. Как раз под нее. И причем, обращаю внимание, что розетка не по уровню стоит. Она немножечко вот так наклонена вправо, да? Есть немножко. Не показалось мне. На глаз вроде да, есть немножко. Две точки освещения, это хорошо, я рад. Я боялся, что будет одна точка освещения на большую кухню. Нет, да, кстати, молодцы, что сделали. Вот вы хорошо подметили, что две точки. А, шелку видно. Это я не понимаю, это трещина или они просто нарисовали карандашиком? Прямо глаз светит. Видите? Да, вижу, наверное, все-таки, ну, посмотрю. Ну-ка, давайте сейчас, полагаю, на камеру будет видно, что это. Хочется побыстрее. Хочется быстрее заехать, конечно, да. Пластиковые откосы. Ну, вот они их приклеили, получается, такие на лепешечки, можно так назвать, потому что вот здесь пустота, вот здесь лепешка, вот здесь лепешка. Соответственно, непонятно, что там с пеной, как они это все сделали. Ну, радиаторы, нижняя подводка. Очень грязно сделано, потому что, смотрите, выводы, в принципе, дорогие, хорошие. Они серебристого цвета, но все запачканы и еще смонтированы немножечко под углом. То есть, они, так знаете, расходятся, да? Вот этот правый вроде ровно, а левый как-то немножечко под углом. Ну, выпилено, конечно, почти аккуратно. Почти. Ну, бывает хуже, бывает там прям вообще. Окна, кстати, крепко держится, а вот здесь это двор. Блин, ну, конечно, с озеленением, с кустами, на рендерах совсем все по-другому смотрелось, чем в жизни. А они зелень сажали уже под самую зиму, она не успела нормально взойти. Хорошее озеленение будет в 1-3 корпусе. Они там в первую очередь посадили, и там прям уже осенью было красиво зелененько прям все во дворе. А у нас в последнюю очередь озеленение вынимались. Поэтому у нас осенью травка еще не успела до конца взойти. Нет, а травка-то ладно, просто по траву обычно есть земля, а здесь такое ощущение, что вот как на поле все было, так и осталось. Причем просто я помню, по рендерам это райские сады, а в итоге здесь садов этих райских нет. И здесь у нас ламинат с фаской. Какой-нибудь, наверное, 30 какой-то класс, как обычно. 32-й, по-моему. На подоконниках уши сделаны. Под подоконником пустота. Это тоже плохо, потому что обычно, чтобы тепло было, ну хотя бы минимум там пену загонять, для того, чтобы не продувало и ничего таких не было вопросов. Правильно? Правильно. Ограничителей от застройщика нет, поэтому нужно самим ставить. У меня вот здесь уже вижу дефектик. Это либо подкрашивает, либо полотно на замену. Там еще внизу, по-моему, или это пена кусочек. Это кусок пены, походу. А так, слушайте, дверьки симпатичные. И даже запилены тут все неплохо. Единственное, тут тоже немножко неудачная планировка. В каком плане? Обычно, когда входная группа, чтобы грязь не разносить по всему дому, она как-то должна быть чуть-чуть... А тут, получается, все время на кухню будешь ходить? Здесь коридор, да. Здесь коридор, вот, например, три человека заходят. То есть, вот представьте, здесь у вас уже стоит шкаф. То есть, вот у вас места практически его нет. То есть, вы сюда заходите, у вас тут два человека зашло, и надо дальше в коридор будет проходить. Ну, проблема в том, что грязь будет, в принципе, раздашиваться по дому, здесь, с коврика при входном, потому что ты постоянно через него будешь ходить. Вот это, конечно, неудачная планировка. А в остальном, чем классная планировка, тут абсолютно одинаковая. Ну, прихожи, как говорится, здесь заходишь, у вас здесь просто коридоры, и все. Я не знаю, почему они так планируют. Но чем понравилась планировка? Три абсолютно одинаковых комнаты по размеру. Это плюс, да. Вот, и кухня хорошая. И два санузла, в принципе, полноценного. Ну, один с ванной и с туалетом, а второй просто с туалетом. Давайте сейчас комнату посмотрим, и пойдем смотреть санузлы. Обои, кстати, прикольные. Это не под окраску, обычная обоя, такая рогожечка, а в приятные тона. Причем вот на кухне он был такой кофе с молоком, здесь он какой-то... Бежевенький, здесь серенький. Серенький какой-то, да. Потолочный плинтус. Потолок здесь ровно красивый. Идем козяту. На кухне видели, да, там трещину? Где лампочка, обратите внимание. Здесь даже застройщик сам снял колпачки с пожарных датчиков. Слушайте, ну вот здесь вот так поприличнее смотрится. Вот здесь, видите, подводку они уже подотмыли, и она уже поинтереснее смотрится. Ее, конечно, нужно мыть. Здесь, конечно, да. Ржавчина почему-то. Вот видите, здесь тоже с радиатором надо это отметить. Если это вас беспокоит. Не, ну это все, насколько я понимаю, радиаторы же полностью из-за этого менять не будут. Они, скорее всего, подкрасят просто, так? Ну, я не знаю, либо подкрасят. Вот здесь можно эту штукатурочку убрать. Или они целиком в таких случаях... Это вот планка. Это планка. Здесь ржавчина. Могут подкрасить, но если это будет некрасиво, то лучше замена. Надо, конечно, квартиры отмывать. То есть вот здесь, знаете, низкий техперсонал, вот он мыл, наверное, такой же, метра 70, как и я. А выше он уже не может. Есть ощущение, что просто руку пройдет. Ну вот, нет, нет, ну да, что вот так терли, 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 то, причем не везде. И вот докуда-то дотерли. А, нормально это. Вид у нас только во двор из окон, к сожалению. В этот внутренний двор и в другой внутренний двор. Вот, ну... Пойдемте показывать еще одну комнату. Так, зато ветра не будет. Так, это первая была комната. Вторая комната. А, ну здесь все аналогично. Ну здесь, да, вот подводочка, кстати, приятнее смоется, чем на кухне, когда ее подмыли. На розетке, я смотрю, уже, похоже, не работают. А киф, по-моему, не очень высоко висит. Почему высоко? Потому что, ну, я вот еле дотягиваюсь до этой веревочки. Согласны? Ну, это тоже можно, в принципе, если что удлинить. Не, ну, да, ребенок какой-то себе что-то... В принципе, можно и квартиру, все, ремонт за застройщика тоже переделать. Можно и так. Не, ну, с другой стороны, он не будет мешать, если я что-то решу туда поставить, типа шкаф. Слышите, да, позор? Вот я бы на это тоже предъявлял бы, потому что я не знаю, что там. Вот будет зима такая же, да, там минус 20, минус 30. И если у вас здесь будет конденсат, это вот как раз из-за того, что там воздух. А вот у нас сейчас, грубо говоря, погода не позволяет тепловизионный осмотр. А, да, к сожалению, да. То есть, если вдруг, я, например, откладываю тепловизионный осмотр и там провожу осенью, потом выясняется, что у меня там дует и так далее, застройщик обязан все равно устранить. Да, у вас 5 лет гарантия от застройщика. То есть, если я потом выясню, что у меня там продувают подоконники, я могу, соответственно, предъявить, они не обязаны будут сделать. Единственное, что я здесь жить уже буду. Это будет вместе со мной. Вот, вот это, да. Ну, к сожалению... Пускай сейчас переделают. Что поднимают? Это очень поднимают. Вот так. Смотрите, здесь чистовая отделка. Его надо демонтировать. Будут однозначные разрушения. Будет пыль, грязь. Это 100%. Они вам будут говорить о том, что здесь все будет в пыли, ваши вещи все будут в пыли, а вам надо или нет. Вопрос, будет ли продуваться, конечно. Не знаю. Ну, а думаешь, мы сейчас живем? У нас там больше куда будет? Дует, в честь кошмарно. Ну, сейчас, да, в хрущевке живем. И на пятом этаже, и зимой, когда были морозы, у нас в квартире, наверное, гражданцев 15. У нас ощущение, как будто у нас рамушка-то нет. Мы просто думаем, что куда будет. Самое классное здесь окна. Просто широченные, высоченные. Почти до самого потолка. Кстати, вот потолочные плинтусы. Они, смотрите, как все ровненько, красиво сделали. Но есть момент, вот здесь они красили. А, не, вру, это не красили. Это пластик. Он сразу отличается. Ну, там немножко мазюка. Да, есть мазюка. Вот еще тоже карнизы только получаются потолочные. Тут никуда не деться, к сожалению, не позволяет. А тут по-другому не сделано. Слушайте, а почему карнизы? Вы можете, например, жалюзи повесить. Многие вешают вместо штор жалюзи. Ну, шторы красивее. Ну, шторы красивее. И стирать еще. На пятом этаже, там три метра, там можно уже и другие карнизы сделать. Там повыше еще потолки. А, третья комната напротив. Ой, все оклеено. Так, там пока заняты, давайте ванну посмотрим. Это туалет, ванну тут. Ну, слушайте, двери, да, что-то я смотрю, они тут везде все побили. Порожек деревянный. Слушайте, плитка смотрится прикольно. Это, я так понимаю, пустота, да, полагаю? Пустота, что-то пилючок они забыли поставить. Ну, пилючок вон стоит. А, я его демонтирую бросил. Аналогично с счетчиками. Кстати, счетчики нормально повернуты. Тепло-шумоизоляция. Странно, что они вот на эту трубу. Да, я тоже удивлен. На самом деле, вроде копеечная вещь. Но шумка потом не будешь слышать. Потому что, да, самому туда поставить достаточно проблематично. Через вот это ревизионное окно. Ну, а так, слушайте, плитка симпатная, ничего не могу сказать. Я так понимаю, тут тоже принудительная вытяжка, да, или нет? Ой, извините. Там у нас веков уголовок поставлено. Нет. Нет? Я не слышал. Второй выключатель зачем тогда здесь, интересно? Ну, вдруг вы сюда светильник другой поставите. Ну, по мне, вот нормальный свет здесь его, в принципе, хватает. Нет, теоретически, если на кухне принудительный, то и здесь должен принудительный, наверное. Может, вы были поставить вентилятор? Наверное, да. Возможно, но просто тогда была бы вот не такая решетка. Но вам же еще будет вентиляцию проверять? Ну, теоретически, в любом случае, тогда есть возможность поставить самому. Наверное. Возможно, там провод есть, не знаю. Это надо у застройщика спросить. Кстати, даже здесь, в туалете, есть розеточка. Прикольно. О, слушайте, а ванна-то какая чудесная. Это большая. Все обклеена. Все обклеена. Слушайте, ну, она большая. Во-первых, сюда вот, ну, зашел, так зашел. О, это маленькая мечта. Я уже два года фактически живу с ванной, наверное, в половину. Ну, в хрущевке, да, там оно такое, что зашел и все. Я уже хочу полежать в ванной полноценно. Ну, вот мне не нравится, что первый застройщик никак ее не закрепляет, это раз. То есть здесь не проходит герметиком. И вот это для кого оставили. То есть это надо самим, знаете, нанимать дополнительно. У вас чистовая отделка, но при этом нужно нанять мастера, который придет и будет думать, что здесь делать с этим. Ну, я сам, наверное, здесь буду делать. Скорее всего, сам я что-то придумал, в принципе. Ну, на самом деле, тут немного. Ну, немного, но хотелось бы, чтобы это было уже по мне готово. Опять же, там есть какие-то, возможно, технологические вещи, поэтому нельзя было в упор ставить. Я, насколько понимаю, там вот коробка есть какая-то заванная, распределительная. Ну, вон там круглешок на стене стоит. Скорее всего, электричество, распределительная коробка, поэтому они не могли в упор делать. Ну, они могли, просто не захотели. Коробку в другое место вынести. Ну, зато здесь нормально. Сразу тут есть полочки. Да, петли такое ощущение, что бушные где-то украли. Вид так себе. Прикольный звук. Так, подключение стиралки. Вот тоже, да, смотрите, как сделано. Слишком упор, по-моему. Надо было чуть-чуть разнести. Ну, как-то да, получается. Это вообще в такой впритык, потому что сейчас для стиралок есть современные, не знаю, как его назвать, в общем, устройства. Он просто вставляется вот сюда и все через такие резиновые накладки. Очень удобно. Но я просто не знаю, когда крышку снимешь, как это все будет функционировать, потому что здесь вот. И здесь тоже отверстие большое, ничем не закрыто. Ну, как-то. Не знаю, почему так. Ну, тут все, в принципе, аналогично. Вот, начались более маленькие короночки. Чтобы сделать... О, трубы тут напаяли, это капец. Сюрпризов не оставили? Ну, там вроде чистенько, да. Вот здесь тоже вот тут они не смогли. Еще у нас одна комната с вами. Ан тут по обоим уже отметил авангард. Вот угол тоже такое ощущение, что шлевоватый. Интересно. Слушайте, ну, здесь, да, кстати, он розовым смотрится. Обои хорошие, прикольные обои, симпатичные. Я вот сюда, если на угол смотреть, у меня такое ощущение, что он такой амурской волной. Заваленный, по-моему. Заваленный, причем со всех сторон. Ну, если вот отсюда сможет снять, тоже будет видно, что он так чуть-чуть волной. Ну, да, да, да. Вот он не угол, как мы это обычно воспринимаем. И вот с этим, понимаете, вот этот вопрос в том, что когда вы будете ставить мебель, и когда мебель прислоняется к стенке, то есть если нет угла 90 градусов, когда у вас кривой пол, кривые стены, то на мебели это сильно отражается. Поэтому вот мастер все равно же будет все это замерять по стенке прямолинейно. Смотрите, это же чистовая отделка. Тут допуски совсем другие. Не, а так прилично. Планировка такая, как в советских, наверное, квартирах строили. Здравствуйте. А мы с вами, друзья, на лоджии. Это лоджия достаточно широкая. И чтобы не быть голословным, при помощи моего супер прибора мы измерим ширину. Почти метр шестьдесят. Сюда можно там и столик, и все на свете поставить. Здорово, что есть розетка. А киф, конечно, выход его сделан, ну, так себе. Здесь есть свет. Это тоже плюс. То есть вам не нужно дополнительно что-то будет делать. Как я называю, забрало. Не хватает клининга, потому что все замучено. Сами, соответственно, весь пластик тоже такой подзамученный местами. Мастер-приемщик сказал, что вот так выглядит на свае. А когда его сплевывают, друзья, он выглядит уже вот так. Спасибо. Интересно, это есть в договоре про на свае или нет? Не помните? Это интересный момент. Многих окна, когда открываются, они... Бьются, да, кстати. Бьются и плохо открываются, не до конца. Нет, здесь он, кстати... Более-не-менее, да? Ну, все, дальше он просто не откроется. Ну, более-не-менее. Хотя бы под прямой угол, в принципе, открывается. Оцените в комментарии, как вам двор. Прекрасный двор с прекрасным озеленением, большими деревьями, елочками, травкой. Не, ну деревца посажены все-таки. Вырастут, наверное. Ну, что-то их маловато по мне. Мне больше нравится дерево с той стороны. Посадили его, но... Ну, там, да, много таких. А потом я заметил здесь нюанс. Это капельник. Отсюда должна выходить конденсат влага. Вот он, здесь. И обратите внимание, как они сделали здесь. То есть, куда он будет выходить? Некуда. То есть, соответственно, какое-то время будет набираться. Если есть отверстие, то, соответственно, влага может уходить сюда. Утеплитель. А чтобы поменять это забрало, для чего оно сделано? Для того, чтобы приток воздуха шел сюда. У вас же как рассчитано, что вытяжная вентиляция, вот этот пропеллер, который у вас стоит, он вытягивает воздух. И чтобы у вас здесь был нормальный обмен воздуха, вот для этого забрало. Воздух попадает в лоджию. И отсюда, соответственно, вот через кив должен заходить в квартиру. Ну, а, соответственно, отдельной себе вентиляционной отверстии я сделать самостоятельно не могу. Только через согласование с УК, а так далее. Но это следует с гарантией скорее всего фасада. Ну, смысл фасад долбить-сверлить, во-первых, ровного хорошо не сделаешь. Это плюс дополнительные затраты, это два. И дороже квартиру потом не продадите. Наверное, я не планирую все-таки менять. Я тоже думаю... Многие ставят туда стекло, но и по мне смысла никакого нет. Это все равно оно изначально холодное помещение, но теплым не будет. К сожалению, тут изначально кондиционеры на фасаде не планируются, поэтому, возможно, будет стоять кондиционер. Как-нибудь я что-нибудь придумал, как его здесь установить. Теоретически возможно. Пока в планах ехать, там будут смотреть уже. Ну да, пойдемте. Я доволен. То есть, ну, нет, конечно, обидно. Дорого. Фактически, ну, у меня получилось с удорожанием со всем остальным почти 13 миллионов, 13-200 даже. А без удорожания сколько оно стоило? Без удорожания 11-800, по-моему. То есть, 2 миллиона плюсов. Полтора. Полтора. Получается. Ну, 10% удорожания, но за счет этого я получил хороший процент по кредиту, соответственно. То есть, у меня 0,7% на 30 лет. Без всяких дальше изменений. Вот. В целом, я считаю, нормально, но за 13 миллионов могли бы чуть-чуть получше, поменьше дефектов. Нет, обидно, что, грубо говоря, ты все-таки покупаешь как бы новое, а тут трещинка, там скольчик. Оно все, в принципе, некритично. Вот. Вот это ощущение, когда ты приходишь, вот это вот, знаете, новый автомобиль ты же покупаешь, в салоне его 100% намоют. Ты придешь, он весь блестит, красивый, с бантиком тебя ждет. А здесь ты приходишь, у тебя начинается два раненамытого, ненамытого фасада, клининга почему-то нет, и начинаются вот эти мелочи, и вот ожидание и реальность, оно, к сожалению, вот получается, не получается. Ботинок. Ну, это пусть сами, пусть сами цирают. Это сотрется, ничего страшного, это кто-то либо ботинком... Почему именно этот комплекс выбрали? Вот, да, рассматривали разные варианты, в принципе, нам было бы удобнее, мы сначала думали по поводу «Живи в Рыбацком», там, ну, говорят, там, конечно, проблемы с выездом и со всем остальным, но жена работает, например, на Алмас-Анте, я работаю на улице Седовая, нам, в принципе, оттуда ездить было бы плюс-минус удобно, да, там есть какие-то пробочки, испугали человеники, то есть вот это вот так, огромные небоскребы, забитые машинами дворы и все остальное. И потом мы предложили, мы приехали сюда, посмотрели еще когда-то здесь только все строилось, посмотрели, что здесь, ну, пятиэтажная застройка, посмотрели рендеры и решили, что мы хотим все-таки жить в пятиэтажном доме, вот, и как-то нам это понравилось, устроилось, и мы решили все-таки, что будем, да, бороться с транспортной доступностью, то, что здесь, в принципе, далековато ездить и все остальное, но зато будем жить в пятиэтажах и у нас вокруг не будет небоскребов. Вот, плюс, как самолеты, хоть здесь рядом аэропорт и все остальное, здесь не особо слышно, здесь они не особо летают, ну, сколько я здесь приезжал, был, самолетов я особо не слышал. Не-не, слышно, что они летают, например, меня лично это не напрягает. Это вообще не напрягает, да. Меня больше напрягает, когда машины под окном ездят. Вот. Полковку тоже, кстати, не слышно, мы были в шоуруме, который выходит, собственно говоря, на Полковское шоссе, трафик там довольно-таки активный. В принципе, детские площадки, какие-никакие, ну, можно посмотреть, они довольно, они, да, довольно симпатичные, можно будет ребенка отпускать, смотреть за ним в окно. Вот. С тем, что там все закрыто, я надеюсь, открывать окно и кричать, Маша, давай домой кушать. Вот. Компания, на самом деле, здесь интересные людей собралась. То есть у нас есть чат ЖК, в котором мы собрались довольно-таки такой дружной компании. У нас там около 120 человек сейчас находятся в Телеграме, в чате. И все ребята веселые, забавные. Вот кто-то уже въехал, кто-то уже хвастался, кто-то уже живет полноценно. Круто. То есть хорошие, дружелюбные соседи в основном. Вот. Это радует. Надеемся, что не будет проблем с парковкой. Паркинг они обещали построить, когда будет востребован. На данный момент у них, насколько я понимаю, залита площадка под паркинг, просто асфальтированная, которая, типа, будет бесплатной. Вот. Ну, когда потребуется. А, то есть все сейчас и привыкнут к бесплатному, а потом будут продавать места. Ну, они сказали так, у них изначально по проекту паркинг был, но когда первый корпус уже приближался к сдаче, и так далее, мы спрашивали, стали про паркинг, и так далее, они сказали, что на данный момент, пока не востребован, мы его не строим. Но вот под него место есть, на данный момент оно будет заасфальтировано под бесплатную парковку. То есть все были в курсе, что паркинг планируется. То есть обмана никакого нет, просто он будет, возможно, потом, когда станет проблема с парковкой. Они начнут устроиться. Вопрос во времени, сколько это займет, сколько они будут строить, сколько будут люди мучиться без бесплатного паркинга и без построенного. Но пока непонятно, но вроде как еще не целиком корпус заехал, а как вы видели, и вот все уже... Так, еще вот смотрите, у меня вопрос. Заезд и выезд. Выезжать отсюда удобно. Повернул на Пулковское и поехал в пробку. В Апулковское, да, но с другой стороны... А заезд как? Что с заездом? Волхонка получается, разворот вот этот всеми любимый. Ну, вот эта восьмерочка его, да, можно назвать. Но здесь же планируется потом выезд на Петербургское шоссе. То, что планируется, это планируют они... На Комендантском я тоже, вот они там продавали все эти новостройки и все. Метро, метро и уже 10 лет они построили. Ну, как, они обещают со второй очереди, что этот выезд будет. Будет или не будет, неизвестно, но обещают, что будет. Плюс... Да. Южный скоростной диаметр или как он нам будет называться, они тоже вроде начали строительство. Тоже будет, в принципе, здесь немножко разгрузка этого направления. Ну, и опять же будет выходить как раз туда, где-то к Вантовому мосту. То есть, в принципе, нам плюс-минус удобно. Ну, выездов планируется много. Сейчас пока это только Пулковка. Утром, например, вечером, когда приезжаешь, на этой восьмерке пробка же всегда есть? Честно, именно в 6 часов вот так всем не приезжал. Не знаю. Но в планах, что мы как раз-таки в 6 уже где-то будем здесь. Не с работы будем выезжать, мы будем выезжать к дому. Мы уезжать отсюда где-то будем там в полседьмого утра, а приезжать где-то в 6 сюда на место. И есть шансы, что мы будем пролетать без пробок. Ну, в это время, скорее всего, да, вам будет это давать. Садик, кстати, на днях передали городу. О, круто. А школа, когда достроят? Школа вроде со второй очереди. Это конец 24-го года, но ее только передадут. Потом же еще преподаватели должны нанять. Садик теоретически обещает, что вроде с осени должен начать работать. То есть персонал набрать. Ну, там от города уже зависит. Город принял. То есть дальше... Ну, все дальше города. Да. Садик прямо... Ну, хорошо, что садик сдают прямо с первой очередью. Это приятно, удобно, классно. Вот. Школа тоже справится. Надо же там опасть. Да, да. Сколько там мест? 60, 160? 120 или 180? Я не помню точно. Немного. Класс на эффективности написан А. Посмотрим, как будет. Люди, которые въехали здесь, когда еще были небольшие морозики в районе минус 5 там и так далее, сказали, что батареи вообще выкрутили. В ноле было жарко. Ну, то есть, ну, будем надеяться, что счетчики на отопление, соответственно, и так далее, все это будет. Поэтому... Но коммуналка, кстати, большая. КВС коммуналка дорогая. Ну, так это вы сами за нее голосуете? Можно не голосовать за нее? Теоретически, вначале-то они все равно будут, а потом можно перевыбрать, если что. Ну, не факт, что... Смену управляющей компании, поверьте, это очень затратно и очень долго. Проще... Да, проще сразу не голосовать за тариф, а то вначале голосуем, а потом жалуемся. Ну, надо, да, разобраться, что за что. Какой тариф дали? Какая сумма? По-моему, если не шевать, что-то 65 рублей за квадратный метод. Ну, это дорого для нового дома. Дорого, но тут планируется, типа, охранник сначала один, потом несколько. Вот. Что тут еще? Ну, камеры всякие по территории. Ну, камеры, они от застройки. В эту коммуналку, типа, входит, опять же, очистка паркинга от снега, как они сказали. То есть, вот этот бесплатный паркинг огромный, они обязались его... Да, здравствуйте. Они обязались... Очищать от снега. Очистить от снега, то есть, что это будет все включено в эти коммунальные платежи, соответственно. Не знаю, будем посмотреть, как бы пока сравнить не с чем не особо. То есть, текущие указы... Самое главное, просите экономическое обоснование тарифов. Тогда станет все ясно. Да. Они обязаны предоставить по закону. Коммуналка дорогая, я считаю, что 65 рублей, это... Ну, это дорого, да. Тут нет такого озеленения, такой территории, для того, чтобы столько платить денег. Ну, по поводу озеленения, как я уже говорю, здесь уже под самую зиму все сажали, поэтому, может, оно и выглядит так пожухленько. Вот в 1.3 я смотрел. Выглядит по мне ужасно. Вот. Нет, в 1.3 оно прям зелененькое, красивенькое было. Знаете, такое ощущение, что я пришел в разруху, они тут еще не успели прибраться, вот-вот они там готовятся к сдаче, но не из данный дом, не из данный двор. Это точно. Ну, есть такое ощущение. Какую вообще поставите оценку застройщика по пятибалльной шкале? Я думаю, четверочку можно поставить. В целом, ну, не прям, не криминал, но косячков много, мелких, неприятных, можно было получше. То есть, за такие деньги текущие, то есть, ну, это на самом деле огромные деньги сейчас, я считаю. Слышите звук, друзья? Это что-то колотит об металл. То есть, что-то здесь застройщик так классно спроектировал, ну, раздали, то по проекту. Чтобы вам грустно не было, всегда за бортом будет звук бьющегося скотча об металл, чтобы ночью спалось веселее или еще что-нибудь. В любом случае, это не дешевая цена за квартиру с учетом удаленности от метро, транспортного доступа и всего остального. Здесь квартира, ну, вполне себе нормальный ценник, можно было сделать получше, поаккуратнее. Согласен. Поэтому четверка, тут не пятерка точно, но видео, вот, вас смотрю постоянно, видел намного хуже. Ну, да, есть намного хуже, да. Здесь, ну, что вы? Я тоже так боялась, я думаю, господи, мы сейчас придем, а как пресенье, еще чего-нибудь. Единственное, что вот расстраивает, есть такие косячки, которые, хрен знает, как будут устроиться, насколько долго. Например, треснутая плитка, хотелось бы, чтобы все-таки ее, наверное, поменяли. А быстро меняет, поверьте, там ничего сложного нет. плитку демонтируют, вторую ставят, клеят и все. Ну, тогда вообще... Это, в принципе, один день, там через пару часов будет все готово. Раз, что, в принципе, стеклопакеты, вылетел, и место грязное. Ну, клининг, да, здесь не помешал бы им клининг, конечно, но я не знаю, почему. Опять же, из-за такой грязи, может, что-то не выйдет. Мой вам сразу совет, после того, как ее примите, вызывайте специалистов, которые вот приедут и не сами, а реально за ваши деньги, пусть они все вот сделают, а потом завозите все остальное. Денег нет. Надо же сейчас кучу всего. Кухня надо там сделать. Это недорого стоит. Мебель нужна. Нет, у нас есть мебель частично, но очень-очень мало. Нам очень много членов придет в плате. Ну, да, кухня, во-первых, техника, это денег стоит. Техника уже есть. Техника заранее. Молодцы. Молодцы. у нас это уже все стоит. Что еще расстраивает, алюминиевая проводка. В принципе, на мой взгляд, экономия специфическая. Конечно, в глобальных размерах жилищного комплекса в целом, наверное, на алюминиевой проводке очень много сэкономлено, грубо говоря, сэкономить метро. Как многие считают, это, конечно, она разрешена, она с допусками, она все остальное, но для нас преимущества вообще никакого нет в алюминиевой проводке. То есть, оно только для застройщика. Вес, цена и прочее. Для нас преимуществ в этом нет никаких. Для нас никаких согласий. Экономия, ну, в рамках квартиры, на самом деле, смешная на проводке. Ну, а в рамках проекта это хорошая экономия. Медная, да. В рамках целого проекта, наверное, много на этом сэкономили денег. Это печалит, но менять, наверное, не буду. Но оценка все равно 4, да, будет? Да. Оценка 4. Я бы кровечку поставила, на самом деле, потому что то, что на буклетах нарисовано, действительно там очень много деревьев. Вот, вот я про это и говорю. Совсем по-другому выглядит. Да. Совсем по-другому. Когда я сюда пришла, я была, естественно, немножко в шоу. Я начинаю от входной группы, где заправка. Группа, говоря, оценник, действительно. Мы же пасем за эти деревья. За все вы платите. И когда ты видишь вот это, ну, я примерно знаю, что у них елочки стоят. Там нарисовано, допустим, за 5, ну, я буду грубо, если с ним, 15 тысяч, 15 тысяч рублей. Да, 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 да. Вот так и получается. И когда это вырастет... Ну, это еще 10-15 лет. А хочется вот сейчас получить ту красоту. Мы еще одним глазиком... И даже смотрели. Опять же таки, грудеская площадка сама, она очень такая, нищая, скажу прямо. Вот нищая. Ну, сами смотрели все. Ну, я с вами согласен, да. С той стороны, допустим, тоже было там шикарное дерево, по той стороне должны быть пикты ой, туи, туи. Ну, раз тут вроде туи маленькие. Маленькие. Нет, туи маленькие, да, остальное – голые. А все остальное на даче, на даче. Да, да, да. Даже маленькие. Вы у застройщика имеете право запросить проект по зеленению, вам дадут, и там будет написано прямо список, что туи, тысяча штук, там кусты столько-то. И в одном комплексе жильцы запросили, получили, пошли считать, написали претензию, застройщик им все это досаживал, потому что они очень много не посадили. Интересный момент. А ты еще на этапе покупки квартиры, на этапе стройки можешь запросить документацию. Да, можешь. Соответственно, должен знать, что в итоге потом будет. Кстати, наверное, никто этим не пользуется. Опять же таки, пиво и елка стоят, опять же таки, разная цена. Конечно, конечно. И причем, как вы правильно сказали, которая будет там высотой 10 сантиметров или 3 метра. Ну, на рендерах-то они же мне показывают вот эти мусипуски. Ну, да, если бы они там пересунули, когда одну качельку, допустим, не одну там елочку. На рендере, да. И уже бы так посмотрел и подумал бы еще. Надо мне это или нет. А здесь они все показывают красоту. Написали бы, это будет через 100 лет. Я бы тогда понимал бы. Через 100 лет если приедем. И тогда заплатим, да. А так я вот жду вот эти елочки, дворы классные. Ну, к сожалению. Нам еще предлагали город первый в свое время, когда мы искали квартиру. А что ж вы отказались? Вы что? Да, я очень рад. Вы что? Не, ну там такие хорошие квартиры. Так дешево, так хорошо. Да, там да, это область, но это обязательно станет городом. Там все будет. И сейчас я смотрю и говорю спасибо, что я не выбрал город первый. Мы же, Нима, тут где-то все уезжали. Я говорю, господи, кто-то что-то покупает в поле. Не, ну там, да, конечно, кошмар. Единственное, что там, конечно, да, по транспортной доступности, но в плане того, что опять же, Алмаз-Антея рядышком через Монтон-Мод перескочил, и вот он тут работает и все остальное. Но это область, это поле, где вообще ничего нет, и когда там что появится, вообще неизвестно. То есть, ну тут КВС, реально КВС, спасибо за садик, то, что вместе в первую очередь. Это приятно, это прикольно, то есть, ну, фактически он должен начать работать. Школа будет. В целом, это первое свое конкретно, когда этого там с родителями и так далее жил, по-моему, понятно, это свое уже жилье, я рад, я доволен. Вот. платить за него еще там два кивика. Ну а что, зато свое. В целом, приятная покупка, вот, скажем так. Поздравляю с покупкой. Спасибо. Давайте с вами, друзья, поднимемся на последний этаж. Ну тут грязь, запчасти, отделка, конечно, ну, знаете, такая шкурка, почему не сделать было прямо, непонятно. О, ну на последнем этаже, смотрите, какой даже потолок крутой. Блин, ну вот если бы вот не это, смотрелось бы по мне намного все лучше. Почему не сделать, я ровно не понимаю, но зато хотя бы лесенка чистенькая. ЭО тоже у вас вот здесь квартиры, плюс, что здесь двери алюминиевые, мне это нравится. Мы могли бы скотч поснимать. Двери, кстати, смотрятся симпатично. Нормальный указатель, замки низко, клининга не хватает. А так вот. Тут, кстати, прикольнее, за счет последнего этажа получается потолок красивый и смотрится намного интереснее. Наверху здесь блок управления. Вот я-то не понимаю, почему вот это серебристый, а это черного цвета. Почему нельзя было заказать ящик серебристый и не экономить на этом? и даже если посмотреть, вот как сделана обшивка, вот здесь там палец влазит, а здесь уже все. Не заходит. Ну, это вот такие моменты, подделки. Вот такие, такие, видите, тут что-то пена там наверху торчит. не хватает, знаете, какого-то, мне кажется, застройщику контроля лестничный марш отмыть, чтобы это получше было. Чтобы смотрелось хорошо. Стенки сделать ровные. По мне, это намного приятнее. Но самый, конечно, основной здесь плюс, что это малоэтажная застройка. Здесь можно домой, даже лифтом не пользоваться, а подниматься и спускаться, потому что невысоко. А вот так у нас выглядит с вами входная группа. Здесь панели металлические. Почему вот это сняли, честно, непонятно. Почему вот так накладка сделана, тоже непонятно. Почему вот такая дырень здесь видна. Почему здесь все в грязи мне, честно говоря, тоже непонятно. Почему вот здесь брусчаточка вот так полукругом мне тоже непонятно. Непонятно, почему нельзя было ровно красиво отрезать эту плитку. Почему здесь клеймеры системы, где клеймер внутри и этого не видно, почему здесь окрашивали там что-то на плитке и все черное вот это осталось а шестая парадная по мне очень маленькая надпись потому что издалека можно не увидеть мне непонятно для чего вот эти два отверстия из одного хотя бы кабеля идет кривого косого, для чего второе я не понимаю, почему не отмыли козырьки, почему здесь пленка ЗОС застройщик получил разрешение вот получил, ну вот здесь тоже шов более-менее ровный, но качество обрезки оно оставляет желать лучшего так же какие по остальному фасаду но хотя бы расстояние примерно одинаковое, нет такого как у многих, что оно кривое и косое что у нас тут за кромах родины а это у нас не поднимается ну вот что друзья, смотрите обращаю ваше внимание это вода и воды здесь ого-го сколько о чем это говорит о том, что каким-то образом она туда попала и непонятно каким образом она будет уходить дальше смотрю сюда вот металл, здесь прошли герметиком для того, чтобы внутрь не попадала влага, а вот здесь что за дырение смотрите какая и таких мелочей здесь целая куча вот здесь видим герметик а здесь где герметик то есть сюда уже все влага не попадет враг не пройдет нащельник вот он угол почему примыкания никакого нет как это так? как? коммерция друзья, вот сейчас камеру засуну потому что сам ничего не вижу есть тут влага или нет пишите в комментарии, пожалуйста потому что здесь маленькое расстояние и вообще непонятно также вот здесь видите герметики есть тут нет ну не знаю почему так двор вот обратите внимание сами вот что ты ожидаешь от новостройки и в итоге что ты получаешь какие-то полудохлые кусты набивное покрытие просто одно название насыпали сверху на грязь лебедка тут какая-то валяется трава вся я не знаю в цементе в чем-то в говне каком-то тут кустиков чуть побольше ну знаете вот так все натыкали знаете такое ощущение что вот набери еще одна парадная как называет этот застройщик по мне это обычный подъезд блин ну что ж такое парадные остались в царское время большие с мраморными лестницами с колоннами там с каминами кое у кого ну вот здесь видим тоже отмазку у нас из асфальта самый недорогой так она вот у вас уже вот здесь уже дырка она уже пошла здесь она уже провалилась или это вот так ровно все сделали как так да у меня честно говоря друзья от того что я вижу доверия у меня точно здесь нет я когда вот на это смотрю и вспоминаю рендеры застройщика ну не могу сказать что это соответствует тому что было нарисовано а песок вот этот песок гравий это удобрение для вот этих зеленых насаждений я вот вообще не понимаю почему так я не понимаю когда канализационные люки проектируют на газонах мне вот это честно говоря тоже непонятно ну зачем это так проектировать вот тоже вот здесь и есть стоянка под велотранспорт и самокаты а в тех двух парадных как назвал застройщик нету нет ощущения новой вещи нету ты заходишь сюда приходишь а здесь почему-то все вот я не говорю что трава например не зеленая да но обратите внимание здесь кто-то по ней проезжал она вся в какой-то грязи хабарики понятно это все от строителей еще почему вот так это все сделано почему вот еще у нас один приямочек большое количество мусора ну все так и должно быть это же новый дом главное платите по 64 рубля за квадратный метр а остальное в принципе не важно вот такие современные питерские новостройки еще одно парадное вот здесь можно мимо пройти и не понять что здесь вообще вход есть и обратите внимание дырка дырка кто-то из крупнокалиберного пулемета в стенку стрелял для чего эти дырения что вы там забыли сделать почему это до сих пор не сделано а все сдано вход на секцию только в бахилах ну ничего себе дверь закрыта да ну вот здесь по плитке видно да вот здесь одно расстояние здесь другое то есть здесь они немножечко не постарались тут уже герметик отходит влага будет попадать и ничего хорошего в дальнейшем не выйдет вот здесь почему-то не сделали расстояние просто сделали впритык тоже знаете непонятно по герметику смотришь что-то с угла он уже сваливает ну-ка что у нас там под отливом пена видна угол прекрасно смотрится почему вот нельзя было вот этот нахлёст сделать вот так что вот этого угла не было видно когда ты проходишь а это что за ниточки да все скорее всего по проекту надписи вот эти тоже по проекту так и должно быть очень жаль еще один приямок там кто-то забыл свои носки и арматуру ну и строительная грязь все как мы любим по КВС-овски а вот здесь не такое ощущение что то ли на траву что-то выливали цемент и вот она вот такая знаете белой стала ну вот здесь смотрите да вот у меня личное ощущение что моют четвертую парадную и выливают прямо все вот сюда молодцы пять баллов только сдали дом а брусчатка уже требует капремонта и здесь обращаю внимание как классно засыпали все песком и цементом чтобы лучше росла трава а вот так друзья выглядит закрытая территория смотрите какой замочек еще и красочкой окрасили а калиточку то забыли закрыть эх забыли эх поспешил я сказать что здесь ровное расстояние между плитками вы только обратите внимание на это как так можно было накосячить а где раскладка материала а почему такой кривой косой подпил ну наверное потому что сами-то они здесь не живут в этих домах а построили их для нас с вами конечно для меня здесь из плюсов что прямо напротив моего будущего дома вернее уже с данного дома идет стройка это так здорово когда песок, грязь все летит сюда и я буду этим дышать есть такое понятие безбарьерная среда то есть когда ты можешь взять ребенка посадить в коляску и спокойненько его ввести по асфальту ну вот здесь ямочка ну про зеленение вы уже все поняли а вот здесь асфальт такое ощущение, что хороший сняли и вот такой нехороший поставили что потом, наверное, управляющая компания денежки дополнительно взяла тут что-то по зеленению чуть-чуть лучше чуть-чуть елочки, пихточки какие-то есть даже бумажечка какая-то прилетела или что это у нас тут вау смотрите, написано туя западная 3500 рублей о, прям с ценником теперь мы знаем, сколько стоит озеленение для народа четвертая парадная а здесь уже асфальт провалился только сдали, а уже все эх, нам бы в подвал попасть смотрите, друзья новый дом новый асфальт и старые проблемы трещины смотрите, как он ушел о чем это говорит возможно, само асфальтовое покрытие хорошее но подготовка под это покрытие к сожалению, некачественная а третья парадная знаете, вот такой присядем на корточки и смотрим обратите внимание а что тут случилось-то у застройщика планочки не хватило КВС нормально так? а вот здесь что с отделкой? я тут вижу пену и бетон это вот так нормально, да, теперь? выше пилотаж смотрите, все уже уже бурчаточку перекладывают в сданном доме что-то здесь пошло не так я вот не удивлюсь, что в скором времени отмусочка просядет о, а здесь тоже цены смотрите вот этот кустик стоит 1500 рублей это можжевельник средний еще 1500 рублей еще 1500 рублей вот сразу и вопрос почему так мало озеленения? а потому что застройщик не хочет платить а земля, похоже, еще дороже потому что здесь почему-то даже выровнять не смогли знаете, такое ощущение что здесь что-то прорвало и текло и вот у меня вопрос а вот эта гофра что здесь делает? вот ее кусочек красный для чего она здесь? вот даже скажите ладно, нет травы допустим но почему сразу все не выровнять? почему здесь столько мусора много? это же новый только сданный дом а уже красочка облазит смотрите, какая красота вот вспомните себе когда вы приобретаете новый автомобиль это реально классный пример вот я понял когда я покупаю новый автомобиль я прихожу он намытый весь вылизанный с бантиком меня ждет блин, где намытость? где вот этот марафет? где бантик? ну вот у меня нет ощущения что это новый только сданный дом почему это так? КВС почему? почему вы передаете ключи в квартиры в котором все вот в таком состоянии знаете, вот это все вот это ощущение когда ты пришел эта новая вещь она становится ну не новой нет вот этого праздника который ты ожидаешь от новой квартиры как и от нового автомобиля впереди мы с вами, друзья видим Полковское шоссе оно очень оживленное но здорово что от него шум кстати, в адвор заход что вообще его не слышно мы видим станцию которая вырабатывает тепло отопление для ваших домов в принципе дом смотрится неплохо но проекту не хватает на мой взгляд контроля со стороны застройщика но вот как можно сюда позвать людей граждан своих страны которых ты любишь уважаешь когда вот все здесь в таком говнище когда бумажка формата А4 прилеплена на малярный скотч когда на обычный скотч прилеплен вход в подвал но почему это все так? почему нельзя сразу сделать все красиво и вот сюда тоже смотрим я вот не знаю это поле застройщику принадлежит или нет блин, ну вот реально воткнитесь в забор трехметровый это просто убожество какое-то либо картошку посадите вид, конечно просто жуткий по мне просто жуткий вид я бы не хотел чтобы жить вот в этом доме и окна у меня выходили на Полковское шоссе потому что я буду многие года понимать видите, это вспаханное колхозное поле застройщик в дворе послал такие декоративные элементы смотрю так вот здесь ну видите уже с него все отваливается наверное так и задумано здесь вон смотрите тоже красочка вся валится молодцы экономия должна быть экономной пленочку кто-то оставил красавчики что скажешь вход в парадную номер 6 а здесь вот такое грязище ценники оставили ну-ка сколько тоже 3500 стоит да-да-да 3500 такса о смотрите смотрите друзья круто, да а брусчатка то где вы откуда ее везете то, ребят КВС а здесь что она провалилась то у вас так что у вас такая дрень чтобы туда вода уходила чтобы быстрее дома затопило да и здесь примыканием как-то так нет слов конечно вышли мы с вами друзья из лифта и что мы видим узкий достаточно коридор система отопления красивые на первый взгляд зеркала но чуть поднимаешь голову выше и видишь что сотрудникам клининга застройщик не смог выдать высокие стремянки и там все в грязи докуда дотянулись дотуда дотянулись ну и по плитке все аналогично хотя плитка сама большая крупноформовая могло бы быть все красиво и хорошо но к примеру вот здесь уголок не смогли алюминиевый почему-то сделать ровно красиво видите как его подрезали почему это так честно говоря непонятно халтура конечно застройщика налицо как считаете вы и вот тоже да вот система отопления выходит истина а чего плиточку-то было нормально а не прорезать надо было вот так продолбить вот здесь видите как тоже сделали господи ну почему есть нормальная фреза почему это не сделать а потом смонтировать это же все делается все делается но внешний вид и окраски и всего остального конечно меня честно говорят друзья печалит и вот здесь я не знаю это плитка такая или вот они затирку зачищали это все так осталось надо было делать аккуратнее но не смогли и вот выходишь тут все в грязи в разводах тут в грязи плитку видно вот так мыли докуда дотянулись а дальше все в разводах и в грязи потолок это вообще жесть какая-то напылили шкурку по-другому мне это назвать два светильника влепили и радуйтесь радуйте жизни разглядываю фасад и смотрю на окно вот прям в центре кадра видите не хватило кусочка закрыть вот этот профиль видите вот серенькое до верха не достает ну что сказать красавцы в данном жилом комплексе от КВС который называется Югтаун у застройщика однокомнатной квартиры стоят от 6 миллионов рублей в парадном ансамбле от 5 миллионов 800 тысяч рублей а в зеленом квартале на Пулковских высотах на 800 тысяч рублей больше ну понятно поэтому люди и делают выборы либо ближе сдачи берут КВС либо чуть дальше и дешевле приобретают парадный ансамбль друзья нужна помощь с недвижимостью обращайтесь в мои контакты в описании к этому видео друзья всех рад был видеть обязательно поставьте лайк не ставьте дизлайк подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео а я с вами как обычно не прощаюсь а говорю до скорой встречи субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok